Прошедшие две недели в жизни Владислава Коновалова, его бывшей жены Ирины Каширской и их общей дочери стали серьезным потрясением. Владислава Коновалова ошибочно назвали подозреваемым в избиении Сызранской пенсионерки. Он узнал об этом 12 сентября. В тот день я отдыхал после рабочего дня трудового. Я сильно устал, но, естественно, я вечером, ну, как, маленько выпил и лег спать. Неожиданно Владиславу позвонили друзья, которые увидели его фотографию в новостях. Ты в розыске, но мы не верим, что ты преступник. Когда мне сообщили об этом, я прикинул, какой это был день, и вот просто как осадок на мозг сел, то, что там такой-то, такой-то ударил, я просто клип еще не видел, просто ударил бабушку в магазине. Я думаю, неужто у меня там, извиняюсь, вальты полетели? И вот меня трясет, я не знаю, а вдруг правда, а вдруг у меня там помутнение рассудка, или я лунатить начал. Когда Владислав увидел видеоролик «Избиение пенсионерки», он понял, его разыскивают за сходство с подозреваемым по волосам. С 12 сентября на Владислава началась настоящая травля в интернете. Ну вот некоторые предложили там какую-то помощь, другие писали очень оскорбительные письма. Это ладно в мой адрес, как бы еще я могу стерпеть, я не настолько там... Когда начали писать насчет дочери, конечно, у меня взрыв уже произошел, это я не знаю, как это. Дочь Владислава Ирины Каширской стала объектом нападок, что называется «за отца в ответе». Вот начались звонить мне СМИ, стали деньги предлагать за то, чтобы я его сдала. Это love news. Деньги предлагали, 50 тысяч. Вот. И потом началось в интернете, начали нас дочерь утравить. Там такие высказывания были. Если ты появишься в школе, ей писали, тебе, мягко говоря, хана. Вот. Потом оскорбления были. Присылались ей так же, как оденут твоего папу в тюрьме. Фотографии прям. Были порнографические ролики, которые ей кидали. Мы, правда, не успели заснять некоторые кадры. Обзывали по-всякому. Очень много чего писали. Ужасно. Сегодня ложные подозрения сняты. Настоящий подозреваемый Виталий Кондратенко найден и находится под следствием. Но Владиславу, Ирине и их дочери нанесена психологическая травма. Снова виновного. Идешь, на тебя смотрят. В магазине, в маршрутке. Таксисты едут, чтобы только, наверное, я их не ударил. Там быстрее, быстрее куда-то рвануть. Чтобы защитить свое честное имя, Владислав Коновалов и Ирина Каширская намерены обратиться в суд. На кого подавать в суд? Стал такой вопрос. А оказывается, не на кого. То есть, есть определенный канал Live News. Но надо найти юридический адрес. Чтобы его найти, нужен хороший айпишник. Ну, знакомых у меня таких нету. А чтобы заплатить, это очень дорого. Я не столько зарабатываю, чтобы платить. Кроме претензий к средствам массовой информации, у Владислава остался осадок и от работы правоохранительных органов. Не знаю, полиции, наверное, надо лучше работать. Случай с избиением Сызранской пенсионерки показал, наше общество может быть очень жестоко, до конца не разобравшись в ситуации. Анатолий Волошинский, Сергей Инкин. Вести детально.